Здесь не будет оценок рейтинга работы победителей. Диктант Победы – это возможность проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны. Акция прошла по всей стране в преддверии Великого праздника 9 мая. Цель диктанта – это в первую очередь, чтобы вы продемонстрировали свои знания в тех ключевых моментах Великой Отечественной войны, чтобы вы помнили об этих ключевых моментах. За партой аудитории Саровского физико-технического института сели школьники, студенты, сотрудники ядерного центра, приглашенные гости, представители городской думы и администрации. Некоторым удалось справиться с заданиями диктанта быстрее, чем за 45 минут отведенного времени. У моего возраста люди, я думаю, что должны легко с этим справиться. Понимаете, все-таки же мы это еще переживали. И нам это знакомо и по участникам этих событий, понимаете. И в школе мы все это детально, можно сказать, это проработали. То есть это часть нашей жизни. Тема Великой Отечественной войны интересовала Василия Яицкого с самого детства. Он изучил множество книг и энциклопедий, провел огромное количество времени в библиотеке в поисках новых исторических фактов. Потом получил образование историка и даже преподавал историю Отечества. Особенно партизанское движение – это вот та тематика, которая меня очень волновала. Кстати, был вопрос о рейде Ковпака, такой знаменитый рейд, на который, конечно, удалось с легкостью ответить. Практически все вопросы, конечно, для меня не составили труда. После того, как станут известны результаты диктанта, кому-то придется взять в руки справочник по истории и восполнить пробелы в знаниях. Ну а кто-то в очередной раз сможет убедиться, что не зря учил в школе множество дат и фамилий, сохраняя тем самым память поколений. Важно эту память передать, важна преемственность поколений. И наши дети должны понимать, что было в той войне важного, что было ключевого, кто возглавлял то движение и на фронте, и в тылу. Вопросы диктанта победы держались в секрете до последнего момента. Организаторы подготовили три варианта заданий. Первые два для тех, кто будет писать диктант точно, в разных часовых поясах, и третий для онлайн-тестирования. Это личная проверка данных, которые у тебя есть, твои собственные знания по истории, то, насколько ты уважаешь историю своего отечества, насколько хорошо ты ее знаешь. Не для кого-то, а чисто для себя. Бланки ответов диктанта победы отправятся в Москву, где их проверит специальная программа. Узнать свои результаты участники смогут после 12 июня на официальном сайте Всероссийской акции. Тарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.